Немножко просмотрим. Спасибо за внимание. Если я хочу есть, я думаю о жизни. И когда мы повторим к вопросу, скажем, о философии, мы тоже зачем думать об этом. Это тыс, собственно, в развитии ума, в отличие от того. То есть ты прикладываешь способность мыслить, думать к вопросам, связанным с твоей выживаемостью физической, физической. И изначально ум, собственно, развивается, когда ты хотел учиться думать в практических вещах. Потому что некоторые люди, они даже не способны приложить ум к своей системе жизни. Поэтому первое, да, ты просто понимаешь, что интеллект подобный, если можно пользоваться. Но как ты приглашешь к высшим вопросам жизни, то со временем ты понимаешь его границы. Потому что практических вопросов на границе нет. Потому что науку можно развивать больше, больше, больше. То есть была дилдовская физика, потом эймстейновская физика, потом физика Планка. То есть всегда были какие-то, и сейчас не дальше могут идти. То есть только не до конца развития. Но когда ты приходишь к эссенциальным моментам, там, кто я, за что есть Бог, то ты видишь, что в какой-то момент мысли начинают рубуксовывать. То есть как бы это масло-пластином становится. То есть занимаешься как бы это. Вот это вот и есть, когда ум, когда достигая кульминации, его исследования, рассмотрения и философии, он приходит к сдаче к эссмирению. То есть ум, который не достиг кульминации, может тоже не смириться. Потому что, с другой стороны, смиряться, да, если мы еще видишь потенциал. Ну, как вам развить это? Ну, физике, если ты едешь путем джиняния, то ты его развиваешь. То есть развиваешься, себя же комбинации, и понимаешь пределы, да? Ты не достигла кульминации. Ты никогда не знаешь, да? То есть это предел, то есть просто ты достаточно еще развита. А когда ты понимаешь, что ты все рассмотрел, да, вот все, что можно. Ты очень тонкий. И все равно... А тут, то есть, качем-то ищет. Тут он успокаивается. Поэтому мы с тобой очень многие вещи рассматриваем, чтобы ваш ум просто, ну, как бы, сделать тонким, острым, да, вещам против. То есть достичь кульминации, я просто остановился. Я в какой-то момент понял, что у меня не о чем думать. То есть я читал, там, размышлял, осмарив. В какой-то момент я понял, что все. То есть я уже ничего нового в этой сфере размышлений не могу получить. То есть гиги, там, или что-то еще. Но я это очень, чтобы детализировал. То есть заходу какой-то предел. Более того, что дальше можно еще, еще, там, стопы не почитать. Можно еще ничего нового не себе писать по кругу. Все это спокойно будет. И в этот момент я просто так вот расслабился. То есть опрос что? Так, а вот два диска, что это слабый. Все опрос что? Получается просто уберите внимание процесса мышления. Ну, так, если я знаю, что вот мышление не очень сильно развивает, но, соответственно, процессом мышления, а, соответственно, процессом внимания в мышлении. То есть ты не просто думаешь, да, и видишь ум, но ты еще должна видеть, как ты думаешь. То есть понимать, как думаешь. Так, как мысль, да, конформируется. Вот так возникают вот эти вот слова, понятия, да, ну, и мистика языка. То есть все вот в пользу. То есть как ты думаешь, да? И рассмотрим тем процессом. Откуда мысль возникает? Как она исчезает? Как они связываются с мышцами? То есть ты все, наверное, смотришь и изучаешь. То есть ты изучаешь. Обычно мы как? Мы изучаем умение чувств с помощью мысли, да? То есть мы чувствуем, а потом об этом думаем. То есть ты что-то видишь, а потом ты об этом думаешь. А следующий шаг – ты думаешь, и ты на это смотришь. То есть ты не думаешь о том, что ты видишь, ты видишь, как ты думаешь. Потом начать смотреть на то, как ты думаешь. Вот животные просто видят, они не думают о том, что они видят. Люди думают о том, что они видят. А мистики – они видят то, как они думают. Это пути жизняни, да, то есть в пути жизняни ты должна иметь такой интеллект достаточно острый, но сильный. Но если ты просто имеешь интеллект не сильный, ты можешь просто смотреть на него, да, и идти путем просто внимательно грузироваться. Но интеллект это уже, это как-то северный уровень . Так и дело можно развивать, да, крия, крия там йога, если это, наверное, палки есть. То есть в подпалке все-то, ну, что мы делаем из подпалки, а мы еще никогда хорошо это не можем научиться. То есть мы даже фанатики будем. Чего-то хорошо научиться, но не фанатик. Если это делается на волевом усилии, то ты все можешь посредством с чем-то вообще. Ну, прописки просто. Или будешь, может быть, все-таки научишься это делать хорошо, но ты будешь чинить тяжелый. Ну, ты же это неслабление, неслабляешься. Привычка становится очень. И радость потом. Мне постараюсь. Я пошел, по-моему, в России читать, развязать такие. Я говорю, ты не делал потому, что, типа, не скажешь, что самый большой вообще, самый большой пункт, там, самый короткий пункт. Я плеваю, когда короткий на людей. Я искать не нравится, не плевать, короткий на людей. Да? Ты просто путешествуешь. Поэтому, знаете, не делается путешествовать. Кому-то по телу понравится путешествие, как тело ощущать и развивать, и переживать. А люди, естественно, с тела идут. То есть, я думаю, что это, естественно, интересное. У вас, в любом случае, это один процесс будет основным, а другие с помогать. Потому что я и телом занимался, и тракт, да, это главное сердечно. Как раз, ну, подчеркивать. Да. Но основной пункт, что у меня был в цепи, да, в книге, рассмотрение, рассмышление, там, медитация. Остальные, они почти мало. После этого я собираю. Но все равно, я думаю, что это есть какие-то способы, которые не имеют. Какие целостности, да? Если есть стремление, какое-то целостность, собственно, то, собственно, у него есть интеллект. Какой-то, иначе, у него есть радостно. А, ну, то есть, тебе понравился. это название не дает общее представление я допустим сам такив то не такиво я запомнился но так что то здесь это почувствовать это это все дали для кого-то А кто-то, кто предисполаген к такому процессу, это основное. А человек сам предъявит вообще прогрессивность в процессе? Нет, ты когда так? Какие возможности программы? Ну, можно так сказать, это Ваш рисунок. То есть это экономический. Плюс вот к этому, на самом деле, накладывается, чем художную жизнь вы занимаетесь в такой практике, то есть сколько путь вы шли. За одну жизнь вы, в любом случае, не можете ничего, по большому счёту, развить в себе. Слишком маленькое будет время, 70 лет. Из них 30 лет вы тратите на сон, 30 лет на еду. Первый на секс. Остальное на работу. Чтобы заработать не шею. И короткая работа, чуть-чуть. Поэтому очень маленький промежуток. Обычно, когда чем прощупываешь в своё, то есть то, чтобы жить и в жизни на работу. Тогда он очень быстро находит доходы, и у него у кого-то сутри понимаешь, что он сутрика вспоминает. Учиться сутрика. А учиться – это очень плохо. Состояние взять и учить, чтобы чего-нибудь. Почему они научатся. Есть такое мнение, что то, что у человека до нормы, природа, талант, ну, может быть, наработан в прошлой жизни, ну, как ему не заслуга, а то, что ему даётся кому-то в помощь, как источник энергии, а заниматься он должен тем, что что-то новое наработать, что не было давно, а потом развивать. Или всё же следует двигаться вот туда вот, что нравится вот это. Ну, по этой логике, там, вот что-то надо было какой-то рожать. Ну, да. Это было поместье для него и для общества. Если не следили, он заиспользуется. Другое дело, вдруг, как бы, опять, человек может что-то скультативно подцегивать, и у себя, и что-то, два, два, три, два, три. А вот, если не получается изменять, то есть ты видишь, что сюда явно, ну, он пытается менять. Но в жизни мы видишь, что реально меняется ситуация. То есть, как там, то есть, не хватает этой энергии по осознанности, получается? То есть, ты говоришь, что свет, он как более, что-то может воздействовать. Ну, на камень, да? Конечно, ты хватает. Надо, что, больше в нём находиться, чтобы разъединиться. По-разному. Допустим, я знаю, да, что можно предметы двигать внимание, да. Я посижу и двигаю. И хватает. Надо прям больше. Если вы, где, куда, куда, куда. А мне, а мне всё же нужно сделать, я хочу часы сюда приложить. И академик, внимание-то не привыкнуть. А там проще взять. То есть, какие-то вещи, они делаются не от высшего к нишу, а на той частоте, на которой ты работаешь. Ты тоже должен понимать, что всё требует ваших сил, да? И там такие вещи, которые занимаешься руками. нет. Не, ну, изменить привычку, которая, как бы, уже давно укреплена, так сказать. И ты видишь, что у меня и плюсы, так сказать, а оказаться в ней не может. Никак. То есть, смотреть из окна, как там. Если тот пример использует, если наблюдать из окна, так всё происходит. Видишь, когда ты видишь, что плюсы и минусы, то, короче, число плюс по минус равно, то получается ситуация зависает. Когда только минус вывешь, там уже как-то тебе интенсивность может быть выше. А когда и плюсы и минусы, то, что ты... Ну, часть энергии кладешь, чтобы бороться, а часть упадет, и плюсы. Ну, получается. Сколько бы у тебя энергии не было, если ситуация такая нанесная, то... Ну, тут можно на две вещи рассмотреть. Однако, если у тебя интенсивность этого фактора сознания возрастает, то что-то будет происходить. как ты позвонишь ситуации что ты накапливаешь потенциал физические или психические элементами если тоже зависит этот элемент накопления осознанности просто интересны тем что он дает радости технологичные когда ты делаешь есть как проблема это решаешь какие-то работа для обучения они могут эффективно но тут уже конкретность конкретика важно даже не то что значительно пытать и важно не то что вы из этого чувства творчество что-то изменили жизнь очень много а в том что вы вообще почетку что творчество начали подходить сам подход так за то место потенциал этого энергии творчества может быть низким да но то что вы уже из него работаете уже что как ребенок там он мажет по низкой бумаге да там и он радуется спонтан пошла то есть эффективности 0 но чувство приятно скажем как пошло только рисует они еще технологии да то что у нас к мастер как обучаться как кистом держать какие-то краски и все это же дружески да плюс еще и вот эта способность а обычно если человек допустим делать репродукцию да срисовывать он тоже технологически эффективен да но он делает и торжество срисовывать такая страсть что можно делать это не получается технологически не получается но ты делаешь с того места когда желание изменить но тоже время чувствуешь что теперь с ней тоже она не представляет часть которая и не мешает то есть она как-то творит на другом то есть есть одно изнутри идет что лучше было бы это изменить та часть которая творческая она как бы в этой причине не участвует области для нее это управление а для кого-то там где-то кончается а для кого-то хочет изменить это часть она все данные проблем то есть ты не проблем ты ваших не проблем только в состоянии свидетеля пустоты в состоянии а те части которые не являются не свидетелями бытие то есть не творчество они всегда проблем так что они сюда двойство следовало саму уберить за против колебаться если не буду ли это не сожалею это об этом что-то жизнь этих частей причем помочь нельзя ты если все можно к свидетельству эти части когда они вот этих в этом выборе борются с каждой части литическая она поскольку фрагмент тело она всегда находится устроиться чтобы против права влево там это неизбежно среди его что вытерпутируйте части они то есть если что можно обереть в части кроме части создавать еще вот эти части поэтому на этом уровне и что личность меня помочь она всегда будет так то есть она что мне делать совет не сожалению если полотой сделала не так же и поэтому давать советы людям поэтому если человек познакомить что ты где-то ты не убираешь из зоны не убираешь но когда ты эту зону знаешь убирающая зона не остается поэтому если это привычки в этих зон есть плюс есть минусы все мучиться то есть выбил что делать он заканчивается тогда когда ты заканчиваешь выбирающая энергетическая часть заканчивается вывод заканчивается дальше вот эта часть принятия ты понимаешь как энергетическое существо то есть это нормально то есть это часть жизни энергетическая система колебательная у колеблется да этерния колеблется колеблется в этой двойственности то есть самотворение оно возникло производство высокой колеблется это есть жильцов даже атом колеблется и 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 Допустим, ты изучил очень много фессивального движения, кто-то танцует. Как то, что ты изучила, может мешать тебе быть творческой? Как расширение способностей твоего тела? Это может, но опять, тогда ты, получается, потеряла контакт с этой твойской части. Но это необязательно. Может быть, то есть, как учили рисовать в Китае раньше древности? То есть, 10 лет его учили технике. Когда он достигал комбинации, ему на 5 лет с причиной рисовать вообще тысячи рублей. А потом он от тебя рисует. Ну, по сути, сам процесс обучения, когда, допустим, танцем кончат иногда в таких играх первобытых. Сначала в трансе выводят, в трансе. Потом из этого транса найдется движение. Да, и покажет. То есть, и состояние движения называется. Вот. Есть обратный процесс. Движение, и через них это состояние для человека. Сюда вот эта связка, то есть, не контакт. Смотрите, когда мы пытаемся человека с чем-то подсталковывать, то есть, вот, вот, скачать, вот так вот, мы можем выйти через технику, которая его подведет к прикосновению с чем-то живым, например. А когда у этого конструкция, он может идти в оборудовании, использовать эту, ну, как бы, эту технику для выражения того, что он чувствует. Как это такое сочетание? Хорошо. Научить, научить, научить человека, ну, как бы, соединять технику и творческое движение, ну, это в каждой профессии, если есть профессион. То есть, тебе нам нужно получить просто какую-то область, когда ты занимаешься. Которое в себе соединяем. И он, например, будет показывать. Либо собственные исследования. Но, если я не имею в виду про учителя, то беру вам обязательно только технику. Ну, тогда собственные исследования, мне кажется. Получается, максимально. То есть, это возможно, ты берешь технику от какого-то человека, но от себя приносишь какой-то вот этот контакт, который подбежал, на который, да, и соединяешься. Это твои эксперименты уже с этим. То есть, обучение теоретики – это всегда множество и повторных. Это на любом, там, любых искусствах. То есть, это именно, ну, какой-то очень такой процесс, ну, как сказать, ведущий информатизм. Вот этот контакт мотив, как вы не открываете, ну, это жилище, не знали это писать. Ну, можно, на это не вязать. Когда мы что-то делаем, как машина водить. То есть, когда мы только начинаем машину водить, я уже веду машину, как творческий авт. То есть, я уже внимание уделяю не тому, как переключать, скорости, а как я еду, как я меня еду. То есть, это другой процесс. А это вообще дело тело сработало. То есть, техника становится, ну, как бы, посредством выражения моего внутреннего движения. То есть, пошел техника, и вот эта травма, и все это пошло. Но техника может перекрывать стадистику цель, если она техника. Или она не длина до совершенства, что она становится настолько автоматичной, что ему вообще не очень много техника. Ну, или так. Ну, это пятиграмм. То есть, люди, допустим, которые занимаются каким-то профессиональным деятельностью, скажем, того-то с телом, там, танцором, да, им сложно, допустим, перестраиваться, может быть, на другой вид танцев. Да? Ну, если они техники. Ну, если они, как бы, занимаются танцем, и через танец расстроивают контакт с телом, то как можно обучать человека? Можно ему давать стереотипность движения, да, повторяемость, а можно обучать его, соединяя его с телом, позволяя чувствовать тело, да, и, то есть, помимо того, что я ему даю движение, я ему даю ощущение своего тела очень глубокое. И тогда, когда он переходит в другую область, да, мы его обучаем в другом области, то он за счет этого контакта с телом, да, его бедит, он очень быстро схватывает движение. А если я его просто научил самого механизма движения, да, ну, а контакты вообще нет. Ну, я все время был поранул, потому что я, как я понял, что я занимаюсь там очень много, там, спортом, да, когда с ним занимаюсь. В какой-то момент, когда занимаюсь шоу, я понял, что вообще у меня контакт все равно ноль. То есть, я тело свое не чувствую. То есть, я там два лет занимался спортом, да, а тело не ощущает наоборот. Но если он работает по стереотипу, допустим, без контакта. Поэтому это, как бы, спорт, такие схемы, когда ты вниманием не входишь в контакт, а просто работаешь на руках. Вот это ты работаешь на перерыве. И хотя бы, через контакт, да, то есть внимание, то есть выступает, да, чувствуется все. То есть, ты, как бы, нарабатываешь движения. Плюс в этом движении ты нарабатываешь контакт с собой, да, то есть вот вы, как бы, чувствуете и дальше, дальше, дальше и то еще ..ели violating, как это ощущение. И, когда ты, пожалуй, из этого контакта, это ты跟你 каждый раз соединяешь. Соединяешь навык с внимание, навык с переживанием. то есть фактически ты не так что сначала участь техники а потому что не творческой а ты в моменте техники ты творческий ты уже творческий как бы модулируешь технику творчеством сразу потом еще сложно если человек 25 лет делать у него машину то сказать теперь к этой машине сам начало как движение это преподаватель которые такие талантливые они сразу ощущение должен дворец это нельзя объяснить т.е. всегда все таки зимаалисты такие вещи, которые ты научишь по книгам, надвижения людей но это самое простое опять, вот этот акт соединения творчества и действия ты можешь обидеть даже в областях приносить на свою область Анастасия Кузнецова В большинстве, в большинстве, в большинстве, совершенно не факт, что эти дети растают, и сознание не устало. Здесь будет говорить о том, что нет методы, и о том, что программа сильнее, что программа жизни этих людей, этих существ, не включалась. О том, что нет стопроцентных методов, понимаете, это же видно. Но этим детям не записались вот эти программы, программы социальные, ну, что там уже вот это кричинное тело, плюс насколько развита вообще программа мозга, возьмите утку и отдайте ее больше. То есть он ничего себе не сделает, все, мне просто это не сознание, а такое, что если люди, да, у них умирает сознание, куда-нибудь по месте, они будут даже созревать, да, как-то, но он всегда со своими нюансами. Нужно понимать, что то, что мы имеем одинаковые тела, играет о том, что здесь одно человечество. То есть есть пещерные люди, да, и есть мунды, и, как бы, разница между ними больше, чем между муравьем и человеком. А тело одно, это сбивает на стол. То есть вольдемся в сознание, то есть это тело позволяет очень вместить в себя очень разные диапазоны сознания входящего. А потенциал в каждом существует? Но вероятность осознать себя, она едет на то. Поэтому есть ситуация, когда люди, которых они были привезти, одно, то было не попустимо. Мне было в основе, да, с фейском васцем. Один был нянецей, развратником, дебошером, а другой стал приемником его в полине Сухи, да, и Сапсона Орден Петриша организовал. И тогда ребенка отдаваться. Один преступник, убивший там его друга Шамсидина, Сухи. Ну такой мистик. Я говорю, меньше с ним делать не было. Конечно, если есть шанс, там, если есть шанс, то его хорошо будет использовать. То есть можем ребенок отдать пастик. Почему нет? Я говорю, раньше выглядит так и было. Детей отдавали на лица. Даже Махарат, там, как эпос, написывающий какие-то принципы Махарат. Там видно, что вот ученики одного и того же учителя, Деснова, они стали потом, как бы, по-разному моряка. Самый учителем общественного. То есть кто-то поддерживал принципы, одни, кто-то, другие. Учителем общественного мастера. И это после какого-то Махарат так создано, чтобы показать, как жизнь. Мечная борьба без возможности с примирением, да? в контексте того вопроса показывает, что нет такого правила, что если вам дать ребенку в хорошую руку, у вас есть хороший человек. Престопники всегда. Было какую-то колонию преступников, преступников и детьми. Колония святых, с святыми детьми и святыми. То есть я думаю, что за день преступников, оказывается, дети рождаются очень светлые. Нет, и немцы рождаются. Люди очень репетивные. Понимаете? Правильно. Ничего здесь не сделают, да? И семья, и общество не может исправить кого-то, да? И наоборот испортить. Это опять вот, вот вопрос-то в чем? Просто не делать, не абсолютно все этого. Понимаете, что это всегда деликат. Просто вот эта программа, что, как их люди, так сказать, замечаются, то есть вот 9-к, то есть 10-к, 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 10-к. Потому что, ну как, трудно увидеть то, с чем ты пока соединен. И поэтому то, что ты можешь увидеть сначала где-то на стороне, да, в комнате, и можешь попробовать заметить это в себе. Ну это один из способов, да. Ты слушай, что другие тебе говорят. Может, где-нибудь такие идиоты, как кажется. Там вообще-то действительно вы видели. Ну то есть слушай обратную связь. Это первое. Слушай вселенную, да. Ты что-то говоришь. Из-за чего-то людей, там, через события, слушай. Не думай, что у них всех. Тогда смотри перед людьми. То есть не только ее слушай, но и смотри перед людьми, да, на те, что ты показываешь. И то, что в тебе только в таком, может быть, в виде подсознатель, там, в других, а ты видишь, что очень проявлено. Обычно мы злимся на качество людей именно потому, что мы в себе ничем эти качества. Мы осуждаем жадность, потому что мы сами жадные, но и осуждаем это в себе. В себе мы не очень замечаем. И так далее. То есть первое, если тебя цепляет, что-то, ну, принимать. Почему? Так вот. Кто не будет ударяя. Тогда вот это искусство смотреть. Смотреть без того, чтобы ум это объясняло правду во ум. То есть все время то, что-то видимо, начинаем от правды. То есть мы за кого-то кричали, то и тоже обратно. Мы объясняем, что почему это сделать. То есть мы не смотрим просто без этого. от этого интерпретации. То есть способность, как бы смать свой смысл. И, да, посмотреть, как это явление. Вот, допустим, ну, например, например, убийство, да. То есть очень тяжело для человека. Похой из кожи будет. А человек еще сложнее, да, чем прошло. Но люди постоянно воюют убивают. Да, то есть. что это, что просто, это люди, кто раньше когда-то видит. Вообще, когда-то. Они ничего не видят вообще. Острепенность не видит. Да, то есть ум и объяснить, почему это делать. Да, то есть он имеет такую силу, что я даже богу человек, я чувствую себя делаю. Я могу вот к женщинам говорить, что сейчас я делаю. А это под ребенком, когда я чувствую себя делаю вообще в какой-то процессе. И так вот, так я могу себя убедить. Такую силу. Даже вот этот инстинкт, да, инстинкт, что это не моя жизнь, да, и это что-то не очень. Он может быть приглушен. Поэтому, когда мы смотрим на жизнь со всеми вот этими схемами, то мы ее не чувствуем. То есть мы не думаем, а чувствуем себя в местах. Это вот способность смотреть сквозь мысли, да, то есть не позволить мысли, а затуманивать чувства, переживания, что я переделал в этой ситуации. Там я ворую, да, я себе объясняю, почему я ворую. Ну, вся что-то, вся что-то. Разжитка. И я там, то есть я могу объяснить. Да, если я не буду объяснять, то я чувствую, я могу почувствовать, что я делал, что-то не совсем это довольно. Да, правильно. Ну и так далее. И вот, 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 вот я была способность не вестись на это объяснение, а смотреть на как-то. Вот, вот, и, вот, и программу, и все. И способом в миллион. Вот это даже в Индию поездка, там, там, другая получила какие-то принципы да и вся моя программа попадает в сторону которых не поддерживает если я приехал с идеями с программой как должно быть там сложно потому что там не считать что должно быть как он может называть цену не хотя бы не в полтора раза в 15 как он может мне сахар приносить следующая это не принцип вселенной они не понимают как можно в гамме купаться в клавках святая река а не понимал при всех вот аж барану сюда легче да плаху купаться нельзя дописать можно а у нас что там было а кто и по данным человек это видит то я в этом вмешиваю соответствующую в ходу да понимаешь, что мне так больше нравится, может быть. Это мне, да? Это может быть на одну сторону. А ты говоришь, что желательно себя не оправдывать свои действия, а, по крайней мере, создавать иллюзию, ну, оправдания за свои действия. А вот когда ты что-то делаешь, ты, может быть, даже это сделаешь творческое, и ты, в общем-то, умом совершенно не понимаешь, зачем ты это делаешь, ну, творческий процесс, он сам для себя хорош. А потом приходят люди и спрашивают, ну, а ты объясни, ну, почему ты так не делаешь? Я думаю, что будет хуже, если ты не объяснишь, но объяснять тебе совершенно не хочется, потому что ты себе не объяснял, и не объяснишь, что для тебя это необъяснимо. И стоит что-нибудь выгодно будет, наверное. Нет, потому что есть несколько вариантов на это проведение, ну, чего не объяснять, и пусть будет хуже. Или, ну, контролируем на глупость. Просто делать вещи, подъясняешь. Другой вариант. Продолжай не понимать, потому что он на глупость. Время людей наговорить, что он на глупость не говорит. В рабочем случае хочется, чтобы сделать контролируемую выписку, на которой людей будет только губить. Ну, это уже искусство, да я же понял. Работу мастера делать. А? Нельзя. Если получится. Ну, да, нет. Какой кулон, нет. Что вы говорите? Хочется перелиться в нижний мир. Ну, то есть можно, это как раз естественно, что если мы что-то открыли, да, такое интересное, мы хотим, чтобы ближненько, то что-то начнешь. Ну, понимаешь, все, когда начинаешь говорить об этом, то они измерения. Ты говоришь, слушай сирену, что тебе говорят. Ну, а какую ситуацию это против? Ну, понимаешь. Потом так говоришь, что они измерели, то уже можно учиться. Ну, можно, я не хочешь попросить. Одно дело знать, другое дело в другом это поделиться. Это не так плохо. Ну, желание обычно возникает. На первых пора, потом да. Потом большинство пропадает. А кто-то продолжает. Какой час? Постановление самовы и проживания становятся самовыми твоими глупости, да? Ну, то, что как-то это будет. Может, так-так-так-так появляется. Я сам понимаю, что они вас не задают. Важно не получить ответственность на вопрос. Что еще? Про программу. Я вот поняла, что если тебя напрягает какое-то правило, традиция или норма, это значит, что, ну, по факту, программа у тебя уже есть. Ну, нет. Что это программа? Ну, тут опять, вы поймите, что у нас два вида программы. Энергетические, да? Ну, как это называется, как наша индивидуальность, и социальные, называется наша личность. Это два вида программы. По сути, каждый из нас, поскольку он имеет энергию тела, да? И он воспитывался таким образом. Мы имели эту программу. Естественно, напряжение с этими ситуациями, они вот эти энергетические, да? А что мы делаем, допустим, мы приучали к коколевой пищи, когда мне чили кладут, да? И, говорит, там много спайси, а я не могу это проглотить, гиграфина холодной воды. Вот я понимаю, что это напряжение не только социальное. Ты что всем? Я прощу, все. Пусть тела это съесть сможем, да? А оно все не ест. Поэтому это одними напряжения энергетисты. А и социальные, когда ее уже напрягают по поводу того, почему они говорят, мол, чей-то, когда там есть. То есть тело свое напряжение, чей-то есть, а ума напряжение не потому, что чей-то есть, потому что сказали, что его нет, а оно там есть. Это правда. И когда чувствуется напряжение, это не обязательно социальное, но и на туфлиске. Ранкисты только поведены. Даже если бы мне сказали, что там есть чили, но эти основы смогут и есть. А когда социальные напряжения, они более гибкие. То есть я их могу где-то там на огрочить. То есть я понимаю, что люди так, воспитывания так, а что тут кофе волновать, да? Я понимаю, что даже для многих людей даже это обозначить невозможно. Даже это не могут какого-то. Свое представление обозначить. Это легче. Но обозначить свою энергию я не могу. Если мне это не съедобно, еще не съедобно. А тогда вопрос про социальное напряжение. А можно ли тогда эту программу, когда она только еще возникает в моей голове, наблюдать, как она получается? А вот по каким признакам мы можем увидеть, что это вот сейчас как раз у меня складываются программы? Источник. То есть когда вы имеете какую-то концепцию, мысли-форму, вы можете как-то следить, попытаться понять, где она была заложена. В каком есть хоть ситуации, в каком был возник. Ну, просто в какой-то источник. Скажем, когда я говорю, да? Я могу говорить, и это могут быть концепции. На основном говоря, да? Это есть концепция. Вот. Но, возможно, они возникают в каком-то производстве. То есть источник возникновения концепции, он сам по себе как бы не жесткий. То есть концепция возникла, да, выразилась и исчез. Она не хранится, не унифицирует меня. Есть концепции, которые хранятся во мне. То есть они как бы возникают не по запросу, да, из-за чего она из-за того, у кого поле просто бытия, а они как хранилища. И если они так хранились, то нет, они были как записки. Да, это тоже. И, конечно, когда у меня возникает такое понимание, что сейчас я руководствуюсь какой-то концепцией, какой-то выяснительной идеей, то я должен посмотреть. Собственно, если это в прошлом, то это, ну, какая-то запись. По-любому. И иногда какие-то записи, они нам нужны. Неплохо, после спали, да, какие-то подставления, знания. Но опять тут надо понимать, что концепция этой концепции, что это просто вещи договорные. То есть мы не обязаны следовать. Даже если я считаю правильно, считаю, то мы не обязаны считать правильно. И, соответственно, тогда я не имею критерий на агрессию, в которой я верю. То есть, если человек, допустим, меня обманул, я могу это не делать, то подать в суд, не делать. То есть, как бы реакция будет. Но без вот этой идеи, что этот человек, ну, как бы, совершил грех, условно говоря. В плане, что он не должен был там летать. Ну, как бы, так вас тут все может быть и так далее. То есть, я могу себя, ну, как бы, какие-то свои права защищать, но без вот этого, как бы, кризиса. То есть, как бы, разочарование, человеческие ценности. То есть, люди, кто живут в этом концепте, не разочаровываются становятся. Ну, цинично, не разочаровываются. То есть, в людях разочаровываются становятся. То есть, вот, мы не думаем, что люди такие, да. Как раз ты думал, что они такие. Они, касается, не такие. А если вообще людей не думать, какие-то, да? Ну, спросите себе, что могут идти в день. Это не разочаровываются. Поэтому я, есть, как бы, люди такие, которые думают, что все козлы, вообще все. Все воры, гладиты, никого не верят нельзя. То есть, они думают. Есть люди, кто думают, что люди все хорошие, добрые, люди не обманят. Они тоже думают. А если они просто не думают. Я вижу человека, да, я не знаю. Может, меня обманут. Все могут почувствовать. Это другой вопрос, да. Чем меньше я не думают, я буду все почувствовать. То есть, как эти думают, всегда будет замутнять мое переживание энергетического человека. Куда его суть? То есть, когда я объективно считаю. Какое у него качество будет, так? Что это такое происходит? Поэтому, любая идея, она всегда меня ослепляет. Любая. Вообще любая. Даже когда это вы медитируете, вот идея, что Бог и есть, у вас ослепляет. Зачем он будет идея? Идея того, что и у них тоже ослепляет? Поэтому, если вы не знаете, то, соответственно, у вас максимальная, да, вот это взять. Поэтому эта позиция не знания, она дает максимальную, как бы, ну, взгляд, так, внутрь, так, надо уже не важно. А что такое я не знаю? Не прийди. Это программа, да? То есть, это не так важно, как ли, чем должно быть. Так. 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 Внешне все другое, в соответствии с телем? Да, где-то могут быть другие реакции, принципы, переживания и так далее. А там, в том мире, тоже все это бороться? Ну, в любом мире есть хлеб. Даже, например, у боков. Все, что имеет тело, имеет вот это однородное сознание, индивидуальное. И очень редко в индивидуальном сознании есть пробужденность настолько высокая, что я существую, да, я понимаю, что я не человек, а я бог, который в данный момент подражен в холебованном мозге в виде индивидуального сознания. Он начал вот в высшем принципе. Я потом знаю. То есть, я знаю, как высший принцип, который в данный момент переживает индивидуальное сознание в свою коррекцию. Обычно этого не происходит. Если не то, это сознание думает, что оно и есть злое существо. А высший принцип для него – это он. это треклый ничего. А первое – это я, это отражает на себя. Поэтому в каждом мире, в любом теле, ты обретаешь индивидуальное сознание, которое появляется вместе с телом. И в этом индивидуальном сознании теряется вот это знание, кто-то есть. Ты не знаешь, кто-то. А если не знаешь, кто-то, то вот это индивидуальное сознание, а оно все дняется с телом. То есть, оно думает, что оно тело. Это принадлежит тело. Отец. Материя. То есть, я, как человек, имею каких родителей? Вселенную, как мать. Потому что тело, собственно, из элементов вселенной внутрь. А сознание, космическое, как отца, да, и когда космическое сознание попадает на голову головного мозга, и появляешься ядром. индивидуальное сознание. Но, по сути, да, если я иду в жизнь, а жизнь, что-то присутствует. Откуда она? Все-таки в акции университетом сознания. И в планете понимаю, что я не ребенок, а я есть отец, который появился в твое время через ноги. Я не отраженный зайчик, а я и дай солнце, да, я солнце, вошедший через зеркало. Поэтому любое тело, да, это зеркало. И когда в него попадает это как универсальное сознание, оно отражается в виде любого сознания. И как только ты обретаешь новое тело, да, ну, ты похожи из физического там, да. Потому что, если новое тело не будет отражать универсальное сознание, то это будет между правдой, и оно не отражает. Чувствую, я живой, в нем не, как бы, не присутствую. И то, что слишком просто организованно, чтобы отразить. А каналового мозга, оно высоко организованное, да, поэтому здесь появляется вот это отраженное чувство в жизни. Когда ты выходишь и скажешь, твоя сущность, она принадлежит более тонких телам. Поэтому ты одновременно, как бы, на себе переживаешь, на самом деле, и на этом плане, и на тех планах. То есть мы живем как. То есть ты сейчас, ты сейчас как ты живешь на нескольких планах. Но на этом плане, ты не имеешь доступа к этому. То есть вот эта часть тебя, да, это как ты не знаешь, допустим, что происходит сейчас в твоем сердце, там, да, или в твоих телах. Да, ну, как бы, или сфератомию изучать такое. Не чувствую, как оно движется, пожалуй. Оказывается, сиркуляция крови существует. Люди не знали, пока хирургельник появился, что крови сиркуляют по всему телу, да. А это же вот наше тело, которое мы не информировали. Так и здесь. То есть у тебя очень много таких частей, которые, возможно, информированы о тебе, вот как ты сейчас, но ты а не информировал. Иногда мастера, некоторые, они рассматривают с другими твоими частями. Вот я сегодня и поняла, что это было не по мной. И те части понимают. А личности, а они думают, что ничего не понятно, да, а те части все понимают, и все, и начинают дальше. Это иногда такие сраные диалоги происходят, потому что мы говорим, что вопрос задают личность, а ее отодвигают, а говорят совершенно другие. А личности понимают, что ученых делают тоже. но, собственно, и не требуется, чтобы личность понимала. То есть, если ты, допустим, приехала на лошади, да, ко мне, не требуется, чтобы лошадь понимала, о чем тебе с тобой говорили. Тонкий комплимент. Для личности. Лошадь это швиновники разговаривают с тобой. А почему мы думаем, что мы лошади? Почему мы думаем, что мы лошади? Почему мы считаем себя, о чем ездим с тобой? Да. Аккуратно, что Артон, кто я. А где ошибка-то произошла? Я уже подгоняю. Какие-то лошади. Ну, смотри, как бы, получается, вот есть, там, божественные, да, например, вот деревья там, ну, там, животные напевают. Это же естественно. Это же без кого надо маразм докатиться, да, то есть, как бы, в эту игру с умом заиграться, чтобы начать, там, разрушать, например, то, где ты живешь. Что же естественно? Я не понимаю, в чем естественность этого, как бы, я реально понимаю, что, как бы, мы просто гробим. Наверное, что себя все гробим. В чем прикол? Вообще-то, столкновение вселенной, это же, вот, Материя, да, без сознания, она развивается просто, ну, а, то есть, как это же билет или ты создавал, заявляться, не было. Без участия ментальной нашей вселенной не было. Это вся вселенная, то появление в этом разуме, да, она, как бы, развивалась под, ну, вот, такой технологией, которая сама себя верминила, ну, вот, вот, и сама себя, и я, типа, сразу не стал. В какой-то момент, когда головного мозга, опять, 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 вошла волна силы, которая здесь очень никогда не была, как-то вхождение, ну, какой-то цивилизации. То есть, там, на стене животных, то есть, мы, видишь, недополнительные, то есть, это как чужие. В общем, мы были частью этого, да, а потом у нас вникла вникла-то силы, да, то есть, когда мы оказались способны принять, и на нас проникла, а у меня другие принципы отношения, вообще. И мне другая, поэтому говорить, что есть же цивилизации, которые вообще не чувствуют эмоции, ну, такое, не просчитываю. это не может. Поэтому, в основном, сочетание, что мы себе комбинируем и эмоционально-чувственную сферу, да, когда, собственно, здесь, в мире, в природе, в воздухе, и в этом холодном месте. То есть, это расчет. То есть, только садились. Поэтому, получается, здесь сложность возникла высокая. Скажем, если бы в мире был только компьютерный, то, в общем, все это в порядке. Они не обижались, там, то, они построили совершенно, там, полное. Животные, они и по-своему не в порядке находятся, там, у них, честный стиль, да, все. Но, когда мы соединили в себе две вот эти факта, вот эти факты, вот эти метальные и все. Очень сложная комбинация. Когда вообще так? Но, опять, на этом кризисе, вот это кризисе, и возникает желание выяснить, кто он. То есть, это такой, как бы, рискованный эксперимент, создать такое животное, которое бы достигло такого кризиса и внешнего, и внутреннего, потому что, собственно, вот тот кризис, который мы внешне создали, отложением, может быть, естественно. Поэтому вопрос, что быстрее, выделяйте кризис у меня к реализации и выделяйте кризис к кризису, или выделяйте к позору, что мы сделали первым. То есть, как бы, получается, что это, ну, такая, эксперимент. Мы вообще как бы, делать, существовать эксперимент на жизни, да, создать такое животное, которое я, ну, как Бог, могу себя осознать, да, и жить. и мы являемся как мы видим что мы являемся таким психические болезни или физические инвесторы люди которые находятся в эксперименте более активно они видно что мы даже делали психи они не об этом готовы и мы сейчас цикл проживаем по сути каждый из нас мы сейчас уже есть проживает эксперимент ну смотри получается с точки зрения планеты в целом сейчас идет такой эксперимент то есть либо вперед планета разрушится либо количество людей нестигших просветление ну да на новую ступень перейдет да и собственно эта история она не новая там были лемурийцы потом были атланты то есть жизнь она как бы воспроизводит какие существа происходит потом в новую планету скорее всего не планета разложится не понятно что реализация просто раз и все поможет ну да то есть это всегда я вижу какую-то ситуацию человеком то есть ты никогда не знаешь то есть ты можешь работать как мастер так но ты не знаешь что он все-таки станет святом как и здесь то есть жизнь в нас вкладывает потенциал но результатом считает это то есть ну то есть по большому счету если там чтобы не сказать идея почему почему зачем мы стали разложительно потому что что у он может создать идею этого я очень ясно животного а одно однажды такое чувство я я это после чувствуете она дает мне соответственно возможность исследовать кто я забыть надо если бы я становится предпринимать каком-то объекту то он с такой же интенсивностью начинает наказывать и ей плевать что будет но что-то мое оно будет увеличивать так что раково клетка она делится то есть она увеличит территорию своего охвата то есть ей плевать что он погибнет а потом она погибнет то есть она увеличивает я ничего родился чтобы увеличить территорию квартиру машину все все что происходит в этом вообще нет здесь получается что металл клетка все действует с позиции тенденцию увеличения очень интересно ее это придет продать или что он понимает что он является что это боится что пытается забыть убежит того факта убежать он создает мир я чувствую значит я существую доказывать что он реально существует потом есть вещи я могу к ним относиться хорошо я существую я могу владеть вещами соответственно чем больше вещами я владею чем больше я я контролирую чем власть так сильно да что это дать ощущение что я кто-то не только психологически не только психологически сила сила создать так сознание то есть он представить да я чтобы думать что я против есть абсолютно когда-нибудь у меня заберет ищет троица я существует я есть она не хочет а потом создают вселенную и говорит нет я творец она пытается а потом она еще объекта желание доказать что у меня творец я еще привод повязывалась шейки не только и дети молоде у меня много я не начинаю с какой-то людей они подтверждают этот очень глубокий процесс который психологическими терапиями не я готов просто все разрушить но главное не столкнуться с этим чувством собственной густоты кто-то же пишет эти программы чтобы повести общество куда-то какой-то вы пишете программы я сама пишу их это сознание оно само пишет программы ничего опять чтобы доказать себе что что оно является стоящим ом жизни а оно является последним я пишу программу да как бы я вам на компьютере что-то говорю я завершу станции кто-то если я не хочу это то я настолько пытаюсь пойти в программу только то есть я пишу программу я думаю позволено отвлекаться в программу потому что если отвлекусь я пойму что и программист полностью все время быть программи то есть это моя задача писать программы не повлекаться думать главный человек отнимает способность быть увлеченным то иначе я пойму не перестану с фактом того что я как я вся моя идея что я имею власть личности уже создание космического поэтому христос в чем его собственно это качество что признав я сказал я сам зачем посчитается говорить в одном человеке сознание христова готов признать факт что все творится в этом человеке сознание она шрифта заказать что я здесь могу что-то делать есть два момента первый момент это когда я считаю себя личностью то есть то есть то есть другая возможность это я как вася говорю что я здесь много чего могу я вот вася который смотри может с утра будет можно это это смотри то есть в этом смысле между двумя васями я бы я бы не сильнее то есть я здесь своим силам добился смотреть третий шаг да когда активно добивается всего он понимает что в этом нет вася жизнь которая так решила и он есть жизнь которая через него совершаются это в чем есть отличие что я понимаю что тот вася который сидит ничего не делает это тоже я оказывается что оказывается я могу быть таким в этом смысле я в этом смысле я я делаю я могу помогать но уже с позиции понимаешь это я как жизнь могу появиться в виде там нищего богатого бандита святого это очень много меняет в плане моего ощущения отношения к другому классу и понимание исчезает гордыня да и исчезает унижение я если если я бездельно я не все унижу да если это жизнь если я там святой идет у себя выделим слюзи в это сложно много говорить такие скорее такие наоборот ощущения не я просто кто о чем решили про баню получается есть у них нет технологии у них есть соединенность какая-то соединенность и чувств но они бессознательные гармоничные природы есть люди скажем так есть наша цивилизация которая обладает технологии не забыла вообще напрочь о бессознательном соединении с природой причем они соединили но они об этом забыли получается если взять технологию наложить ее на каким-то образом соединить вот первобытная бессознательная технология общества причем в равных пропорциях тогда мы перестанем играть эту безумную грунтность как бы разрушение мир где мы живем да чтобы эти две части соединить как я вижу требуется еще третья часть то есть инстинкт да бессознательное есть интеллект и есть особенность они соединяются как три места не может соединить интеллект с преломным фактором они позвоевать с тобой то есть чтобы примирить это требует третья сила которая собственно к вам объединиться через себя не не составляет то время понимать интеллект и не позволяйте ему да в этом интеллект он располагается с какой-то силой они тоже мудрости но в чем-то интеллект тоже те же индусы да они покажи в природе но когда пластик стаканы они не понимают пластик на земле не не опять запада интеллектик это понимает в смысле экология на западе уважать сейчас больше что эти люди они потому что они осознаны просто не было просто не было прецедент только появился а запад через интеллект понимаешь что это чисто и что время запада на чистота остаться элементом и пусть здесь сделано чисто а чтобы этого не не того что иду сделать это мы себе разбиваем и как бы но хотя бы начинай с того как я это мы должны это развить чем может быть удивлены обладающих тем это передается только человеку человеку то есть не сделано прокламации чем больше людей не обладать так так невозможно то есть нельзя сделать постановление правительства мы за ним закон что все должны это можно зашить национальными как использовать современные технологии гумерат это тоже мусор они как-то реализируют то есть это достаточно интеллект то есть технологии самые передовые да но технологичным нам очень мало они делали из себя но вопрос опять делали для себя для вселенной причем он всегда будет создавать свой мир тот должен за ним присматривать вы у вас вообще не с ним долго и есть по всему того что это относится к всему радосту то есть вот с этого начинается опять явление жить события не только из того что мы понимали какие тонкие вещи а что как это мы поступаем за что то с чего я реагирую без какого качества себя очень сильным я делаю поэтому люди которые делали красивые заявки а на факты в этом смысле ваше поведение отражает на чем живет есть конечно факт все люди и смотреть что понятно людей это очень показатель наше наше проявилось и часто рост ваш рост усиление этого светосознания происходит когда момент вы парамерный клиент инстинкт и разум вы действите и разум и тогда вы этот голос игнорируете должно быть всегда на вашем поле внимания вместо вы в таких одной особой ситуации что действует три направления например чтобы проехать сюда там много людей против этого и так далее но ты все продолжаешь хотеть это сделать энергетические энергии и люди говорят что это делать не стоит и ты чувствуешь чувство вины чувство вины из интеллекта правильно то есть энергетический и выбор между тем что подействовать по энергетическому желанию или пока у меня не было третьего компонента разума я не знаю где этот компонент у меня чувство вины и при этом делание того чего я хочу вина да это интеллект хочу это может быть виски или может быть разум да то есть разум он не связан с виной да в белом случае как и делаешь желательно отталкиваться не от страха и не от вины два компонента которые плохие советчики источника действия источники часто они более конструктивно вина как советчик когда тебя толкает к чему-то вина там может больше больше не как то те качества которые и морально признаны у них у них это новая ступень того что это приходит уже с разумом когда ты начинаешь жить и в соответствии с принципом не делать того другого чего не хочешь сделать но какие то да какие то вещи они эти эти которые произведут это незрелая сама мораль система запугивания верни наши исследования не будет естественно и стать моральным да из благостных соображений ты хочешь талон поправняться и больше не подавлено литически или чувствую вот или болтаться подавленность тебе да поэтому опять выхода нету то есть морально ты будешь живой просто и это тоже такой путь люди которые они не стали счастливы люди когда природу оставили только надо у нас как бы жизненный выбор соединить во мне если я не иду в третью зону да то жизнь меня покой не оставит цена войны это война будет меня толкать или или наркотике алкоголь либо медитацию в счет другого варианта нет это расслабляться я не могу этого расслабиться я могу только учесть наркотики и учесть медитацию это наркотики не не среди надо расслабиться что нибудь это невозможно или медитация это меня удивляет программ побоюсь с наркотиками и сделайте детей более медитативными они сами не подходят смотри я вот все смотрел есть алкоголь курение как средство избегания и это без альтернатив в любом случае ты упираешься в какой-то потолок у тебя выбора нет почему не создается адаптива на почему не вкладываются деньги в пропаганду медитации нет а кто это должен делать смотри у тебя у кого есть деньги собираться это идея а те люди которые скажем так понимают о чем они говорят это мастера только они единственные могут инициировать этот процесс потому что они видят все целиком и они видят ценности это то есть как бы а если эти начинают заниматься какие-то баси как ты говоришь которые ум создал ну какую-то там тему да что я просветленным стал да то есть как бы и он начинает вести себя как просветленный не являясь таковым и он начинает это продвигать это плохо пахнет и как бы народ начинает ну то есть он человек программы там давай там запустим академию там ну это бред то есть он создает ну как сказать анти настрой а те люди которые занимаются курьем сигаретами так уж говорили смотрите вот это все фигня вот пейте курите и так далее почему молчат не стирать и скажу с чего они не свидетель это не 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 я не не я не вижу что ну смотри если так вот глобально да подходит к этим вещам то есть как бы тут же надо колокол дик там не знаю но это опять же там мы ищем с эмоций а ну что не нужно ждать а пробовал да то есть он получил какой то опыт да то есть ты можешь продолжить короче ну не сработало да услуги взяли взяли его тему приводили в бренд да и сейчас пропихивают испоганим всю эту штуку да так надо получается накладывать технологию это кто это испоганит или брендинг вывести это все очень такие вообще вопрос выдвижения учения вообще на земле очень такая тема не просто тут новые тридцовки у них есть очень много признаков когда мастер опять учеников осветлений да они там такие у нас был они пошли в пять разных стран и из них только они на зубом вернулись остальное все очень быстро закончилось они по разному пробовали и там показано что люди с ними сделали за какие как там показано что просто так напрямую если начать методы как наиболее короткого пути но как раз наиболее не вопрос идет методы короткого пути и делать это напрямую ты смотри на сегодняшний день существует реально технологии в пиаре которые позволяют максимально коротким способом охватить максимально как бы наибольшее количество населения словно говоря дурманин почему не используя эти же технологии не идти в народ не кричать там с флагами просветление раз потихоньку вот как что сегодня делают эти попы всякие то есть они что делают они вводят урок православия но они же понятия подменяют их тем не менее урок существует существует фигня что-то существует именно потому что его пропихнули просто грамотным образом да есть давно понятно есть сговор политиков и исключения надо сделать сговор этих мастеров сделать их медитацию раньше в Индии когда был золотой век в Индии там мастеров и лошадька была значит там были такие политики в Индии как я говорил в Индии как я говорил в Индии там ее сын Акмаландия а мне еще время политики в Индии это сложилась ситуация когда политики использовали мудрость в Индии в Индии в Индии это конечно для главного народа это лучше ситуация но это складывается в Индии сложиться потому что это решение я не согласен просто смотри исторические обстоятельства которые сложились сегодня они в Индии в Индии я это пиар это есть а как называть там это вообще неважно важно что ты обрел целостность есть люди которые нестигают нефига себе сказалось было они приходили получать учение это чувство святости меня тоже коротко забивает потому что это все я ничего не не сейчас отец был месником я просто это делал иначе что вы должны просчитать и потом это понимаешь понимаешь это 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 момент и даже даже составит я стараюсь не не обвязываться не таки долгосрочные с людьми которые не понимают о чем мы понимаем мы не не приезжем себя уже помог не не и не даже не я сразу обозначил если они хотят со мной вставать это я просто путешествую и те кто сомневаться и пока здесь только начинаешь создавать я знаю что это собака не слишком все проще непостижимым образом я каждый момент своей жизни знаю что видео то есть почему мне никак не было ситуации чтобы я не знаю что видео с каждым моментом жизнь не появляется во всей своей мудрости и я знаю ровно струкция там назад чтобы сделать то только информации когда необходимо для данного момента жизнь всегда дает но когда я пытаюсь получить информацию не для данного момента а для этапа своей жизни тут у меня безусловность а если я доволен да там все еще сделаю сиди там начать спать и не знаю что это приведет но если в этом моменте я целостно слял значит вообще видим что это приведет можете пополнить свою жизнь так поэкспериментировать не слишком ориентироваться на просчет а сейчас у меня чувствую что он сделал период а м м д он там и